всем привет сегодня снимаем драники одно из самых простых но в то же время очень очень вкусных блюд первое секрет успешных драник это то что картофель надо непосредственно перед тем как мы его будем терять на терке почистить и не замачивать воде то есть не класть воду чтобы он не набирал больше воды то есть вода нам здесь не нужно нам нужен именно крахмал который будет отдавать картофель второй секрет совет будем тереть картофель и лук именно не на этой мелкой терке вот на такой мелкой терке которая прямо очень очень хорошо раскроет именно сам сами ингредиенты начнем с лука итак лук мы натерли теперь таким же образом в лук натираем картофель итак мы закончили с картофелем с нашим теперь все перемешиваем сейчас нам необходимо будет всю лишнюю жидкость отсюда удалить все это дело через дуршлаг пропускаем сейчас немножко стоит мы помешивая душную влагу отсюда удаляем где-то минуту от силы держим чтобы слилось то что должно слиться остальное нам понадобится еще для того чтобы наши граники были сочные все дуршлаг нам больше не нужен теперь солим соли много не сыпем драники лучше немножко не досолить нежели пересолить соли добавляем ровно столько сколько сколько вы любите по вкусу самое главное не пересолить еще раз напомню перец черный молотый по желанию я люблю поэтому я немножко добавлю можно не добавлять все перемешиваем и готовимся жарить теперь ставим сковородку на огонь нагреваем и начинаем жарить масло необходимо налить где-то миллиметра три-четыре чтобы она покрывала дно сковородки и теперь обязательно перед каждым разом когда мы выкладываем ножки тесто якобы картофельное тесто обязательно перемешать так как крахмал весь он внизу осаживается и теперь накладываем нагретое масло огонь держим чуть ниже среднего после того как масло нагрелось дальше ничего сложного обжариваем двух сторон так как мы не добавляем ни яиц ни муки при переворачивании аккуратней сначала подцепите снизу чтобы они не разваливались и потом будем переворачивать и так с одной стороны поджарили теперь берем вот так аккуратно переворачивать их следует очень аккуратно так как мы делаем без яйца без муки они могут немного разваливаться в целом на вкус это никак не повлияет очень вкусные очень сочные очень румяные и вообще очень крутые драники давайте попробуем что у нас получилось но от на того что они вкусные просто поэтому я измазал сметаны нет на самом деле самое главное почему-то я для себя понял секрет это потереть на правильной терке без яиц без муки правильно пожарить получается вот реально очень очень вкусно обязательно попробуйте именно так приготовить вы очень будете удивлены если видео вам понравилось пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем пока